Итак, мы начинаем. У нас сегодня понедельник, как всегда, самый лучший день. Надеюсь, что вы соскучились по нам, а мы соскучились по вам. Всем привет всем нашим партнерам, которые проводили мероприятия в эти выходные. Еще раз хочу пожелать им удачи, и мы как-то начинаем. Будьте добры, поставьте мой первый слайд. Итак, традиционно по андроиду до 12.09 будут новые релизы, поиск по никнейму, баги, связанные с новым месседжингом. По андроиду до 26.09 цитирование сообщений и, опять же, устранение всех багов, которые сейчас очень активно выявляются и по чатам, и по пабликам. И до 10.09, то есть по андроиду, по iOS, по всем платформам, функционал парсинга линков при клике на ссылку пользователя попадает в определенное место приложения, даже если он там не находится, плюс доработки голоса, так называемая имплементация новой голосовой библиотеки, которая значительно ускорит соединение и улучшит все, что называется, голосом. Ну, плюс идет активная доработка маркетспейса, я думаю, что коллеги об этом расскажут чуть подробнее. Будьте добры, следующий слайд. Сегодня мне бы хотелось расставить те акценты, которые, я так понимаю, возникают при общении с партнерами. И очень важный момент – это выбор той ниши, в которой мы с вами работаем. Хочу на это обратить такое пристальное внимание, потому что если бы мы работали в ниши, которая была очень сильно зарегулирована, или ниша, в которой была бы сверхвысокая конкуренция, или ниша, в которой невозможно было бы развиваться по всему миру, то это бы не имело тех перспектив, которые мы на сегодняшний момент имеем. Я не буду сейчас демонстрировать карту с географией именно по скачиванию мессенджера и вообще по работе партнеров с мессенджером, но в любом случае это география от западного побережья США и до Японии. Представляете, если бы мы с вами развивали, предположим, какой-то другой продукт, и он бы имел локацию исключительно страны СНГ, либо исключительно Китай, то перспективы у него были бы не сильно интересные, потому что рынки перегружены и очень сложно на них пробиваться. Но когда вы выстраиваете и правильно выбираете глобальную нишу, которая сама по себе очень сильно растет, ну, только ленивый сейчас не занимается и не говорит про платформы, на которых можно будет что-то продавать, покупать, развивать, там создаются различные мобильные приложения, и очень часто партнеры меня спрашивают, а во-первых, не опаздываем ли мы, а во-вторых, в чем наше конкурентное преимущество. Сразу хочу сказать, что мы, во-первых, никогда не опаздываем, мы всегда идем в авангарде, а наше конкурентное преимущество – это в симбиозе нашего мессенджера и глобальной торгово-финансовой платформы, в котором мы занимаемся маркетспейс. И хочу еще раз на этом заострить ваше внимание, потому что работать всегда и развиваться нужно на тех рынках, которые растут, а не на тех, которые падают. И вы это, наверное, сейчас ощущаете, потому что когда штормит вокруг, когда там происходят курсы, очень резко скачки курсов валют, или там боятся санкции, еще что-то, то есть экономика находится не в самой лучшей форме. Те, кто помнит глобальные кризисы 2008 года, 2014, и можно говорить все, что угодно. Но если вы выбираете очень правильную нишу, то это минимально сказывается на вашем развитии. Очень часто спрашивают, а вот чем я рискую, когда прихожу в проект, или каковы риски. В любом бизнесе, не хочется говорить банальности, в любом бизнесе существуют риски. И так не бывает, что вы приходите в какой-то бизнес, и он ожидаемо может дать вам колоссальную прибыль, и при этом не бывает рисков. Но в любом случае разработка Jam4Me Market Space по большинству направлений находится уже в финальной стадии. И разработка мессенджера, его техническое развитие тоже самое. То есть мы приложили колоссальное количество усилий и именно начиная с 2015 года, вы знаете, что мы разрабатываем мессенджер, потом мы разрабатывали глобальную экосистему, платформу, и наконец-то мы ее сформулировали, то, что называется Market Space. Но в любом случае вы видите, как эта платформа развивается. Вы видите, как движется развитие не только платформы, но и развитие самого мессенджера. Насколько наши программисты переписали сейчас саму основу, дописали, сделали ее настолько глобально, чтобы она выдерживала и 50 миллионов скачиваний постоянного общения, и 100 миллионов. И все это происходит в абсолютно рабочем режиме. Но надо понимать, что не может все это продолжаться бесконечно. Именно сейчас мы находимся в финальной стадии именно с тем, что связано с разработками. И есть второй важный этап, про который мы вам всегда говорим, потому что даже если вы обладаете гиперуникальными способностями, но об этом никто не знает, то очень тяжело развиваться в сегодняшнем мире именно без продвижения, без рекламы. И мы сейчас, основная наша задача, вы видели, мы представляли вам новую команду, мы направили свои усилия именно на продвижение. То есть мы используем различные инструменты по продвижению и работаем с Google, иногда подключаем CPA-сети, то есть я не буду долго останавливаться в этом направлении. Но в большом свете случаев успех в сегодняшнем мире многих проектов связан исключительно с системной раскруткой. Поставьте мне, пожалуйста, слайд. Еще меня нормально слышно, да? И мы уже от тестирования, от бета-тестирования переходим к массированному продвижению приложения. Я не буду еще раз рассказывать всех тонкостей, но, к примеру, вы знаете, мы представляли вам ребят, которые работают в Азии. И у нас очень плотные контакты именно с азиатскими компаниями. Есть там локальные компании, работающие в Гонконге, в Малайзии. И вот здесь был вопрос в чате, а почему нельзя там сразу попадать в Google Market, там еще что-то. На самом деле мы выстраиваем свою Marketplace именно таким образом, чтобы он спокойно интегрировал все местные локальные маркеты. Мы выступаем как суперплатформа, на которой эти локальные маркеты могут разместиться, потому что у нас есть мессенджинг, потому что у нас есть клиенты, потому что у нас есть под это финансовая платформа, решающая большое-большое количество задач. Вы помните, наверное, как мы тестировали и пользовались переводами денег внутри мессенджера. И этот опыт, он стоит очень дорогого, потому что он не прошел зря. Потому что мы его используем именно для того, чтобы сейчас интегрироваться с различными местными платежными системами, которые мы находим сейчас в очень активном тестировании. Я хочу добавить, что... Просто еще такой пример, который мало кто знает. И все думают, что это все происходит естественным способом. Телеграм потратил в год на свое продвижение порядка 75 миллионов долларов. Мы не можем похвастаться такими суммами, потому что у нас нет их. Но в любом случае мы прекрасно понимаем, сколько нам необходимо вкладываться, для того, чтобы мы добрали те цифры, о которых очень активно говорили. Вы забрали следующий слайд. Еще один акцент, который бы мне хотелось... Перелистните, пожалуйста, еще один. На котором бы хотелось остановиться. Многие люди спрашивают, а почему мы озвучили сумму в 200 евро именно стоимости акции? Ну, во-первых, потому что есть две вещи, которые происходят одновременно. С одной стороны, у нас растет количество пользователей и оценочная стоимость приложения и с доработкой мессенджера, и с его развитием, она, естественно, увеличивается. При этом есть такое понятие, вдруг вспомнил, русский крест. Две пересекающиеся прямые, рождаемость и смертность. Так вот, у нас, не хотелось бы говорить, что это крест, но в любом случае эти две прямые, которые пересекаются в одной точке, увеличение стоимости приложения и увеличение количества пользователей, стоимости приложения и уменьшение количества акций. Мы, так скажем, проводим сейчас ревизию всех тех вещей, которые связаны там с подарочными акциями, с местами, которые были заброшены, забыты и так далее. И мы это делаем по одной простой причине, потому что нам необходимо определенное количество акций, чтобы доработать мессенджер, чтобы он развивался, чтобы обеспечить финансирование, потому что мы не можем напечатать новых акций над ограниченное количество. Так вот, со временем стоимость акций, она будет непременно увеличиваться. Это абсолютно объективный процесс, он связан и с тем, что мы завершаем разработки, и с тем, что мессенджер становится более популярным, количество пользователей растет, и с тем, что уменьшается количество акций. И, пожалуйста, обратите на это внимание, чтобы вы не говорили, что я вас не предупреждал, и что это произошло почему-то неожиданно, потому что вы только решили увеличить свой пакет акций и так далее. Будьте добры, следующее слово. Почему это происходит, и почему мы вызываем интерес? Знаете, я на себе это ощутил, потому что, когда ты работаешь с какой-то темой, и эта тема интересна во всем мире, то очень просто развиваться, и очень просто проводить переговоры. Знаете, те, кто были в Москве на событии, видели достаточно большую корейскую делегацию. И корейцы, Корея на сегодняшний момент является одним из лидеров по ICO, по криптобизнесу, по криптовалютам. И, естественно, мы двигаемся от человека к человеку. Кстати, очень интересная система, потому что они нас познакомили с определенными агентами, работающими в Корее в этом направлении, с которыми нам было сложно в лоб познакомиться. Но мы провели с ними переговоры, и рассказали о нашей концепции. Они проводят очень такой сложный due diligence, то есть изучение компаний, перед тем, как они пускают на свою площадку. И они по нам приняли решение, все удивились, даже сами корейцы, в течение суток. Такого они никогда не делали. Почему? Потому что в Корее, в Корее именно все, что касается маркетспейса, сейчас это суперактуальная тема. Я имею в виду маркетплейсов, площадок по развитию торговли, по обмену. То есть это то, что позволяет выйти на конечного потребителя очень-очень быстро, потому что все скачивают мессенджер и тут же получают доступ к маркетспейсу. Поэтому мы с вами процентов на 100 угадали с темой глобальной торговой финансовой платформы. И во многих вещах мы опережаем, но опять же, отличие нас в том, что мы глобальны. Мы можем спокойно работать и в США, мы можем спокойно работать в Корее, и в Сингапуре. И я всех с этим очень активно поздравляю. Еще одна тема, которую бы мне хотелось сакцентировать, затронуть, будьте добры, счастливы и поставьте, это тема, связанная с командой. Любая идея, она будет мертвой, пока за ее реализацию не возьмет и команда. Мы это прекрасно понимаем. И я хотел повторить те слова, которые я сказал на событии, что абсолютно честно и откровенно, какие бы мы ни были супергениальными, нам никогда бы не реализовать то, что мы сейчас имеем, ту оценку бизнеса, которую мы имеем без нашей команды, которую мы делали вместе с лидерами, с партнерами, работающими на местах, с нашей армией фанатов, потому что мы вспоминали. Вот давайте честно ответим себе на вопрос. Когда мы в 15-м году с трудом люди скачивали мессенджеры, которые проводили мероприятия на морозе, в 40-градусном люди скачивали, им объясняли и рассказывали. Мало кто верил, что у нас будет больше 6 миллионов пользователей, и что у нас будет такая оценка. Поставьте, пожалуйста, последнюю оценку. Я еще раз хочу напомнить вам на сегодняшний момент, то есть последняя оценка 156 миллионов долларов. Мало кто верил. Мы могли об этом мечтать, мы могли об этом рассказывать между собой, но большинство людей были более приземленными. Люди радовались первым 100 тысячам пользователей. И на сегодняшний момент, имея такую оценку, мы прекрасно понимаем, что это все сделано от команды. И многие действительно говорят, блин, вообще непонятно, как они смогли это сделать. Есть несколько вещей, вот откровенно могу вам об этом сказать. Первое, мы никогда не предавали свою мечту. Второе, в самых трудных ситуациях мы всегда делали шаг за шагом, мы всегда делали шаг вперед. Как бы тяжело нам не было, мы всегда двигались вперед. И это дает возможность говорить о том, что все, о чем мы говорим, будет обязательно достигнут. Чем я нас с вами и поздравляю. И спасибо, что у нас есть такая замечательная команда. Всем удачи, до следующего понедельника. А я передаю слово своим коллегам с не менее замечательными новостями. Берегите себя.